Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылок и тестирование товаров из прошлой распаковки. Давайте посмотрим, что нам пришло сегодня. Начнем с больших. В первой посылке пришел фотофон. Мне не очень нравится, что они не скручены на какой-то картон или на какую-то тубу полиуретановую, а просто сложены и они заминаются. Но они выпрямляются, но все же. Вот такой фотофон весенний, как не влазит весь. Вот такое дерево с морилкой крашено. И вот такие вот, как они называются-то? Тюльпаны. Печать хорошая, яркая, сочная такая. Качество так же, как и фон, на котором мы снимаем сейчас. Это просто как плащевка, не плащевка. Хотя нет, здесь еще какая-то пропитка какая-то, что ли. Ну, я не брала дорогие, я взяла дешевый, он стоил 87 рублей. Почему бы не взять? Как для фона, для съемок, очень даже ничего. Размер, по-моему, 60 на 40, если я не ошибаюсь. Так, вторая посылка. Здесь тоже пришел фотофон. Тоже качество точно такое же. Здесь 60 на 60 размер. Вот такое, вот какой-то, как побеленное, состаренное, что ли. Деревяшечка такая. И вот такие вот цветочки. Но он прям большой. Прям вообще на нем фоткаться можно. Классный, классный, красивый фон, мне нравится. И вот, будем менять фоны, чтобы разные у нас декорации были при съемках. Так, дальше идем. Здесь пришла резинка для волос. Стоила она, по-моему, 30 с чем-то рублей. Там были разные у продавца резинки. Были полностью все бусинами. Ну, я взяла такую. На ниточках привязаны бусинки. Резинка такая упругая. Ну, как бы... Не знаю, большевата она, большая такая какая-то. И так-то красиво. В принципе, ничего. За такую цену нормальная резинка. Так, дальше. Ну, тут, как обычно, все вовремя приходит. Это что? Девочки, это фольга. Матовая фольга в подарок, что ли? Прикольно, да? Вот так вот сложили ее. Ну, похоже, как матовая фольга. Ну, а что это еще может быть? Боже мой, ну, неужели нельзя аккуратно скласть? У меня просто нету слов. Ладно. Ну, и на этом спасибо. За вот такие вот слайдеры, за вот такой вот листик, положили в подарок вот такую вот фольгу. Было бы приятнее, если бы она хотя бы сложена была, а не вот так вот сжамкана. Вот такие вот. Это не слайдеры, это наклейки. Новогодние наклеечки, тоненькие. Они 3D-шные, потому что они объемненькие такие. Небольшой объемчик, но есть, чувствуется. С блесточками. Ну, вот вам блесточек не видно, а здесь и в снежинках, и в снеговичках блесточки. Не знаю, как вам показать. Ну, поверьте мне на слово. Прикольные, пригодятся на следующий год. Дальше. Ну, тоже полное безобразие. Неужели нет пакетов побольше? Да и так бы влезло. Ну, аккуратно покладите вы. Ну, нет же ж. Все из-за нут. Это пришли вот такие, прям вот на самих наклейках. Ну, как нехорошо. Наклеечки с таким вот звериным принтом. Полоски разной ширины. Ну, и получаются разные длины. Тут коротенькие полосочки. Ну, прикольные не заморачиваться, ни фольгу не отпечатывать. Вырезал, какой нужно. Там квадратик, треугольник, полоску приклеил, и классно. Дальше идем. Дальше, дальше, дальше. Дальше у нас еще одни наклейки. Вообще кусок вырван. Капец. Ну, хоть не помятые вот эти. Вот такие вот тоже узорчики с змеиным принтом. Ну, это как шкурка питона, наверное. Ну, вот они такие неяркие, они приглушенные. Расцветка. Ну, вот эти тоже тоненькие, классные наклейки. Вот эти, мне кажется, погрубее наклейки. Вот эти намного тоньше. Ой, ну, зато вот в таком пакете вот в таком были наклейки, а вот в таком пакете была вот такая вот огромная фреза. И почему-то последнее время стали фрезы приходить в мешочках. Это мне не очень нравится. Когда фрезы приходят в боксе, тут уже понимаешь, что даже если где-то эту посылку кидали, пинали, швыряли, ну, этим фрезам ничего не будет. А вот так вот, когда, если где-то сильно они падали, они могут вибрировать в аппарате. Ну, вот такое вот пламя с красной насечкой. Ну, вроде бы напыление ровное, так вроде бы нормально. Главное, на кончике напыление ровное. Нет там никаких вот таких охоряшек, которыми можно сделать пропил. Так, пусть пока лежит в этом пакетике. Так. Дальше. Да. Ой, наконец-то. Пришли сережечки в подарок. Вот такой вот мешочек для хранения. Ну, как у продавца заявлено, что это серебро. Ну, не знаю, насколько это серебро. Я взяла малюсенькие такие. В одном ухе у меня две дырочки. Вот. В одну дырочку мне нужны вот такие вот сережечки. Ой, какие они классные. Посмотрите. Просто обалденные. Сейчас я сниму. Железные заглушки. Я люблю больше силиконовые. Ну, естественно, тут пробы никакой. Нет ни на заглушках, ни на... Ни на серьгах. А, нет, кстати, на серьгах... Ой, на заглушках. Ой, какие они мелкие. И я не вижу. И так слепая еще и тут. Вот если вы сможете разглядеть эту пробу. То ли 400 какая-то, то ли... Не пойму. Какая-то 25 что ли. Да ладно. Вот такие вот крохотулечки. Они так круто блестят. Вот таким образом они выполнены. То есть, вот эта капелька смотрит вот так ее правильно одевать. Если какой-то девочке вообще классно будет смотреться на маленькие ушки. Ну, я брала именно для своего уха. Кстати, вот, которые у меня были под золото с камушками, меленькие сережечки. Они у меня уже... Я как одела и купалась, и... Ничего. Не облазят. Ничего. Так, дальше. Пришла вот такая вот пластина для стемпинга. Здесь как отпечатки пальцев. Ну, здесь руки. Отпечатки пальцев, руки с цветами. Это магический шар или что. Сердечки, кристаллы. Ну, я уже видела такие пластины. Лайк. Да, да, лайк. Поставьте лайк этому видео. GR 243. Так, и осталось три посылки. Это все к розыгрышу идут. Два гель-лака одинаковые. А05. А, нет, они не одинаковые. А я почему думала одинаковые? Наверное, другие в другой посылке должны быть одинаковые. Вот такой вот розовый. Такой разбеленный он какой-то. Красивый. Дальше вот этот. Так, это номер у нас А05. А вот это D01. Мой вот такой вот сиреневый, красивый. На вид они плотные, но посмотрим, как они в деле будут. А, да, вот два одинаковых. Зачем я взяла их два? Я не знаю, у меня уже такой есть. Ну, один откроем, посмотрим. Выкрашивать я их не буду. я покажу и так, знаете, давайте сделаем. Я покажу, который у меня есть. Вот у меня точно такой же гель-лак. Он вот название. Номер А079 и вот название. Вот такой вот он. Красивый такой. Коричневый с фиолетовым подтоном. Сейчас я покажу. Вот он какой при выкраске был. Классный цвет и гель-лак мне понравился. А вот эти два тогда они у нас будут в розыгрыше, значит, двум победителям. Так, идем дальше. Последняя посылка. Здесь тоже пришли два гель-лака. Я не знаю, почему так написано. Котик нарисован. Я думала, кошка, но это не кошка. 619 номер. Ох, как оттого. Вот такой серый с лиловым подтоном. Очень красивый. Как знаете, как и не какао, и вот какой-то ну, очень красивый цвет. я люблю такие цвета. И вот такой номер 187. Обалденный с шиммером. Мне кажется, его там мало, мало, мало. Очень мало. Ну, и все. Вот, давайте будем с вами тестировать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Посмотрите, uelевое п пstadt. Гереляки Mad Dall. Тоже мне понравились. Тоже двуслойнички. Ит kabinoc цвета приятные. Наносятся очень хорошо. Приятно наносятся. Легко и самое главное, что все id сами выравниваются. ПосVELите какие красивые цвета. Мне очень понравились Ну и минус Единственное, что пластиковый бутылек И последнее Это у нас Не буду коверкать название Вот, сами посмотрите Это одна и та же фирма Одно и то же название Здесь 6 мл, здесь 7 мл Ну, бутыльки значительно Отличаются Тоже явный минус, что Бутыльки пластиковые Ну, естественно, они не полные Тоже гель-лаки мне понравились Это тоже уверенные двуслойнички Выравниваются быстро Отлично И вот этот с блестками Очень крутой В два слоя отлично все перекрывает И если, допустим, на какую-то Подходящую подложку То можно и в один слой Да, и в один слой можно перекрыть Если кто-то не любит такую интенсивность Плотность Что касаемо гель-лаки Все мне очень понравились Вот такими красавцами Пополнились мои запасы Продолжим дальше И теперь на очереди у нас фольга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, фольга Фольга тонкая В принципе, отпечатывается неплохо Но я подумываю, клей Мне надо еще какой-то другой В принципе, неплохо Но проблема в зоне Ну, так скажем, кутикулы Вот в этих местах А так, в принципе, классная фольга Она не нуждается ни в какой подложке Вот как получилось Тут надпись сместила Но видно, что надпись тут есть Прикольная фольга И фольга вот из второго набора Тоже пару кусочков попробуем Субтитры сделал DimaTorzok Итак, фольга из второго набора Вот этот со звериным принтом Вот что у нас получилось Но еще раз повторюсь Что проблема вот в зоне кутикулы А в остальном все отлично Так, и осталось нам с вами протестировать Вот эти две пластиночки Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok